Субтитры делал DimaTorzok Вообще, значит, понятие групповой динамики, что такое? Это процесс, я уже сейчас прям читаю, посмотрите, это процесс вовлечения группы в активное совместное изучение материала тренинга. То есть хорошо или ваша задача, как тренера, вот группу превратить как бы в единый организм, который активно поглощает ту информацию, которую вы ей даете. Это значит отлично. Групповая динамика, когда все вместе, когда всем вместе хорошо, и они все нацелены на изучение материала. Значит, вы мастер. Да, групповая динамика, кто-то может выпасть, но в целом должна быть групповая динамика. Кто-то, кого кем-то можно пожертвовать. Ну, я так считаю. Ну, я считаю, кто-то скажет, нельзя, не знаю, но я считаю, что если кто-то уперся, то лучше его контейнировать. Его лучше выгнать вообще с тренинга. Но если невозможно выгнать, его нужно контейнировать. Но задача, чтобы в целом группа шла вот динамично, чтобы была динамика. Постепенно ее нет, люди еще вас проверяют, сомневаются, они еще не поняли, зачем они сюда пришли. Потом они вам вроде начали доверять, начали вас уважать, потом им стало интересно, потом и что-то, они поняли, что они реально ничего не знают, начали чувствовать кайф от того, что они что-то узнали. Они что-то попробовали, и пошла, пошла, пошла групповая. И все люди счастливы, они бегут на следующее занятие, потому что они реально поняли, что здесь что-то им хорошее дают, то есть они уже вместе делятся информацией. Вот это пошла групповая динамика. Но у нас факторы. Все это, по-моему, саботажники. Пропускаю некоторые вещи, просто прочитайте пункты, и так понятно. Саботажники. Вот это вот. Возникают саботажники. Раз люди какие-то, они умнее вас, но думают, или они реально в этой теме, им неинтересна эта тема, они не туда попали, они просто не умеют себя вести. Важно понять следующее. На фоне групповой динамики. Есть две ситуации. Если вы уже разогрели группу, и она вся замотивирована, и там появляется саботажник. Это одна ситуация. А другая ситуация, когда вы еще не разогрели группу, и там появляется саботажник. Вот, две разных ситуации. Что делать саботажником, если группа разогрета? Как вы думаете? Ну, да и вот так. Да, в данном случае, ваша задача, минимум внимания. То есть, вы не должны демонстрировать группе свою борьбу с саботажником. Почему? Что группа сделает с саботажником, который мешает ей учиться? Она сама его съест. Поэтому, просто главное, чтобы вы не стали посвящать время саботажнику. Если группа саботажника, минимум внимания, группа его сама поглотит. Заткнут, выгонят, но появится руководитель, кто-то, ну, или просто он сам поймет, что он не в теме. Другая ситуация, когда группа не замотивирована. То есть, они все пришли и смотрят на вас, думают, ну, что ты нам скажешь? А ты им говоришь, да вы нифига не знаете. Таких, ха-ха-ха. Ну, это ты, дура, что-то ничего не знаешь. То есть, но все молчат. И появляется саботажник. То есть, он громко говорит, мы реально супер все знаем. Что делать теперь? Ситуация неприятная, но здесь это шанс. Вы должны бороться с саботажниками. Дело не в союзнике. Вы должны этого саботажника победить. Реально будет проверка. Вы либо прогорите, либо выиграете. Но когда саботажник говорит, группа не замотивирована, что он делает? Он является голосом группы. Это очень хороший вариант. Вы можете через саботажника оказать влияние на всю группу, если только вы победите. То есть, вы должны тратить время на саботажника. То есть, все сидят, но он говорит, почему это? Ну, вы думаете, что вы лучше нас знаете. То есть, я знаю лучше. Так все думают. Он один говорит. Поэтому ты начинаешь с ним бороться. Ну, ты как-то его там ставишь в тупик, объясняешь ему. И если ты его победил, то ты кого победил? Всю группу. Вот и важно. Это такие вылезы. Конечно. Можешь сейчас? Ну, это всегда происходит, когда начало тренинга. Каждый первый час, два тренинга. Это всегда происходит. То есть, каждый человек, который высказывается, я его каждого. Но это когда я работаю в системе освободителей. То есть, иногда тренинг я начинаю с такого жесткого. Есть еще такая понятия, как лоботомия в тренинге. Это когда ты сознательно провоцируешь максимальное сопротивление в самом начале. Проламываешь его. Потом уже спокойно работаешь. Опасная штука. Нужно быть реально гуру в теме и реально уверенным в себе. Но я иногда это провоцирую. То есть, в некоторых группах я это провоцирую. В некоторых нет. Я просто начинаю... Нужно припоследствии. Папа, например, вопрос. Я работала в номерях, везде всегда есть саботажник в начале. Прямо сам, который тебя проверяет, через него тебя проверяет вся группа. Если ты с ним находишь как-то... То есть, ну, как ты говоришь, его побеждаешь. То есть, неважно, дружба или еще чем-то. То потом все идет. А если не побеждаешь, то потом как бы и не идет. Да, например, ну, давайте, в качестве разогрева почти на всех тренингах я использую определенный алгоритм. Он у меня повторяется. Из продаж и управления. Вот я его беру. Ну, не во всех. Нет. Я, например, начинаю сначала разговор за жизнь. Как дела? Я спрашиваю, какое место занимает работа в вашей жизни? Люди такие, а, ну, такое-сякое. Чем вам нравится ваша компания? Такая-такая. Я говорю, а теперь вопрос... Ну, есть неправильный ответ. Какие цели вашей жизни? И люди начинают делиться какими-то целями. Я говорю, ну, еще, 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 еще. Я говорю, на самом деле это все не цели, и вы нифига не достигаете. Вы не умеете... Ну, то есть, я говорю, это не цель, это ерунда, это не цель. Ну, вы не умеете их формулировать, это не цель. И иногда сразу сломается, иногда, что, ну, гав-гав-гав, мы умеем. Типа, мы все правильно делаем. И ты начинаешь, ну, этому объяснил, этому, этому, пока ты не объяснил, что такое смарт-цели. Вывел их на мысль конкретики. Я говорю, понимаете, ваши мозги не структурированы, ну, вы мыслите как бы неправильно. Дальше я говорю, про профессионализм. У нас 7 баллов, 8 баллов, 9 баллов. Я начинаю, как бы, прессинговать эту тему. Объясняю, заставляю их думать, они сопротивляют. Говорю, ну, давайте конкретно, ну что. Я уже не помню, это долго проходит время. То есть я так себя веду, я, короче, крутой, а вы и нет. Я вам доказываю, что это не так. Что вы не крутые, что это так. Все, если, ну, два часа проходит, перерыв, ну, все ломаются всегда. Есть другой случай, я прям проверял. Начинаю то же самое тренинг с другой группой, сразу использую простройку, ну, такую более добрую пристройку. Сразу говорю, что, ну, вы все классные, молодцы, я вас всех уважаю, люблю. Сразу весело, напряжения нет, но все эти проблемы всплывают на протяжении тренинга только индивидуально. То есть там или и сам оказывается, что люди все еще думают, вот так, ну, с чем я не справился в самом начале. Но от Москвы попроще будет, в принципе, я не тратил столько сил в самом начале. Потому что после этого первого лоботомии, ну, ты сам можешь сломаться, если там жесткое сопротивление встретить. Ну, это необходимо, иначе, ну, можно просто, да-да-да-да-да, тра-та-тарил и все. Но если ты пошел на вот эту борьбу, ну, мне это близко вот упражнение, этот, как бы, инструмент. Люди, не все его советуют, некоторые тренеры не советуют его использовать. Я ничего не советую, я просто думаю, что я его использую. Можно сказать, как я делаю. Я обычно авторитетом давлю в начале, особенно, когда собралась аудитория, типа пастор и так далее, потому что я не пастор. Вот, и я начинаю объяснять, что, допустим, вот у меня какие-то сертификаты, вот я столько-то лет консультирую, вот такие-то, такие-то случаи, и, то есть, сначала я дружелюбно, как бы, у меня идет первая часть представления, самопрезентация участника, когда они рассказали, кто они, я говорю, ну, вы молодцы, и после этого я рассказываю о себе, и, как бы, тишина. То есть, я всегда это делаю, чтобы мне, ну, и потом мне легко, потом я говорю там что-то, а не да-да, все, вопросов нет. Да. Можно лучше варианты такой, это дать проблемное задание. Допустим, ну, Макс думает, что он хорошо продает. Я говорю, хорошо, давайте, Света, садись, Максим, садись, это шутка, ну, не шутка, сейчас не надо делать. Давайте, ну, значит, продай, Свете, вот ситуация, ну, продемонстрирую, как ты будешь говорить. Вышел Макс, там он сидел, король, а тут, ну, раз, раз, что-то, ну, пару, пять фраз выделил. Ну, допустим. Говорю, хорошо, всегда здесь опасно, ну, здесь же аудитория, человек всегда тушанется лишний раз. Я начинаю объясню, хорошо, давай, смотрите, первый этап, вот он что делал вначале? Вот это молодец, но не сделал того-того-того-того. Хорошо, давай, третий, второй этап, что он сделал? Ну, вообще ничего не сделал, никаких вопросов не задал, сразу начал что-то там впаривать. Хорошо, понятно, да, то есть, есть, как минимум, три вещи, как бы. Есть еще? Вот, таким образом я могу показать. То есть, это можно саботажника такой сделать? Да, саботажника. Однажды я был на тренинг, я сам вошел на тренинг, это был мастер-класс, презентация тренерской школы одной известной тренерши. И она дал задание всем подготовить пятиминутное выступление, записала на видео и потом все равно показывала. Ну, как бы это было суть презентации. И я там был, и я тоже сделал свой кусочек, и я, ну, я звезданул. И все-таки, о, ну, типа, все поняли уровень, но думаю, что она будет делать? Ее же задача не оставить меня в звездности. И она взяла, меня показывала и начала меня раскритиковывать. То есть, она меня в пыль раскритиковывала. У меня даже осадок потом остался. Ну, то есть, вот она это сделала, да, она спровоцировала, ну, по большому счету, я работал лучше, чем она. Ну, если бы взять вот этот вот отрезок, как она ведет и как я веду, я веду лучше. Но она здесь гуру, поэтому она не старалась вести лучше, чем я, она просто позволила себе меня раскритиковывать. Ну, и в принципе, она это сделала. Но ты же знал, что так будет, зачем ты тогда полезен? Ну, мне интересно было. Не, ну, что знал? Знал, не знал. Прикольно. Не, ну, мужчина, я хорошие опыты, я вспоминаю. Я даже подумаю, надо будет сходить к ней на тренинг. К систематику получить более полную. То есть, ну, вот работа с... Я мог бы перерасти в саботажник? В принципе, да, мог бы. То есть, если бы я почувствовал власть силы. Но не успел. Она меня раскритиковала. Там люди говорят, а как же там навестиру, если это неправильно? Ну, мне говорят, а что же там наделать, если это плохо? Так. Какая-то она сказала. Я уже не помню. Ну, что-то такое я сказал, я не помню, что она. Ну, помню, что она по пунктам что-то меня критиковала. Откройте последнюю страницу «Виды упражнений». Сейчас с теоретической частью, я думаю, все будет понятно. Самая важная фишка тренингства – это умение насытить упражнениями свои, свой тренинг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...